Здравствуйте, с вами Роман Куприянов для CG Story. Начал рисовать я, наверное, еще с раннего детства. Правда, это все было очень-очень-очень серьезно для себя. Потом я начал когда-то перерисовывать скриншоты из каких-то журналов с играми. Мне это очень нравилось. Это было «Герои» и прочие, всякие «Громиры» и прочий известный журнал. Оттуда я перерисовывал скриншоты. Потом внезапно каким-то образом я поступил на дизайн. И, собственно, отучился 6 лет на дизайне. Получил какое-то высшее образование художественное. После этого я решил заниматься уже иллюстрацией. Самая первая работа – это был очень глупый фриланс. Фриланс от каких-то школьников, которые делали по Star Wars World Republic сайт. Это был какой-то бэкграунд за несколько тысяч рублей. Естественно, так как это школьники, то мне не заплатили. Но это был полезный опыт. А нормальный фриланс начался со студии «Графит» по-моему в декабре 2015 года. Или в октябре, я уже не помню. Когда я нарисовал там одну из своих известных, типа известных работ. Которая девка вот с такими руками. После этого меня пригласили в «Графит». Я с ними уже начал фрилансить. И потом уже как-то все само пошло. Блин, сложный вопрос. Ну, наверное, одна из самых распространенных ошибок – это когда новичок идет за деньгами в индустрию. Как избежать? Желательно. Просто любить рисовать. Если человек любит рисовать, то он пытается как-то вырасти в скелле. Если он растет в скелле, то он получает хорошую работу. И, соответственно, так вот повозрастающий. Если человек идет за деньгами, то, скорее всего, он не пытается узнать что-то новое, чему-то научиться. И, соответственно, роста никакого нет. Ну, наверное, вторая ошибка – это когда новичок делает что-то очень сложное. Потому что, на самом деле, чем проще, тем лучше. Как там говорится, все гениально просто. И поэтому простая, но красивая работа, она гораздо больше даст, ну, во-первых, лайков, а во-вторых, и знаний. Чем какая-нибудь сложная и незавершенная, потому что там много ошибок. А третья самая распространенная ошибка, даже не знаю, когда художник думает, что он может справиться, не изучая основы. То есть, по идее, самое, ну, с чего нужно начинать – это с академизма. Ты учишь академизм, потом ты умеешь хорошо рисовать реализм, и от чего ты начинаешь отказываться, уходя в какую-то стилизацию. А многие сразу ходят в тилизацию, и у них работа получается скучной, унылой. Ну, и, в общем, плохо. Нет, у меня нет любимых рисунков, потому что я их все старательно ненавижу. Но мне, на самом деле, даже из других художников мне почти никто не нравится. Но я надеюсь, что это хорошо, и хотя бы это значит, что у меня есть какой-то потенциал, в котором я могу развиться. Ну, наверное, самое популярное – это Dark Souls, серия Dark Souls и Bloodborne. Что же еще может быть из других? Не знаю, да, постоянно какие-то игры выходят, там, например, что-то мне очень понравилось в Tomb Raider последних, там были очень крутые локации, что-то, ну, что-то в других играх. Про книги, ну, мне, например, нравятся «Железные», там, «Хроники Амбера». Не знаю, на самом деле в последнее время очень мало читаю. А из фильмов мой самый любимый – это «Властелин колец». Да. Если вот прям определенно нужно выбрать, то, скорее всего, Руанжа, потому что это мой просто, мой боженька, на которого я молюсь. А если бы у меня был шанс, ну, если бы был выбор, например, взять что-то чужой стиль или развивать свой, то я бы старался все-таки развить свой. Больше рисуйте, чаще думайте над тем, что вы делаете. Не знаю, скорее всего, погоня как раз за прибылью, потому что очень часто художники, ну, и сама индустрия вот это диктует, то, что ты должен сделать быстрее и не задумываясь о том, какое у тебя будет в итоге, ну, что ты в итоге сделаешь, насколько оно красиво, насколько оно правильно. Это, конечно, часто бывает, что обусловлено, но все-таки это не всегда хорошо. Ну, часто художники, наверное, на этом как-то стагнируют. Я не знаю. Я считаю, что я постоянно стагнирую, а потом я смотрю и думаю, ой, как круто получилось, я вырос в скиле, а потом через месяц я опять смотрю и думаю, ну, какого хрена у меня ничего не поменялось, и никак я не вырос. Так что примерно месяц на месяц. Всем спасибо, пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok